Лев Николаевич Толстой. Сказка об Иване Дураке и его двух братьях Семёне Воине и Тарасе Брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трёх чертенятах. Глава первая. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый мужик. И было у богатого мужика три сына. Семён Воин, Тарас Брюхан и Иван Дурак, и дочь Маланья Векоуха, немая. Пошёл Семён Воин на войну царю служить. Тарас Брюхан пошёл в город к купцу торговать. А Иван Дурак с девкою остался дома работать, горб наживать. Выслужил себе Семён Воин чин большой и вотчину, и женился на барской дочери. Жалу небольшое было, и вотчина большая. А всё концы с концами не сводил. Что муж соберёт, всё жена барыня рукавом растрясёт. Всё денег нет. И приехал Семён Воин в отчину доходы собирать. Приказчик ему и говорит, ка ни с чего взять. Нет у нас ни скотины, ни снасти, ни лошади, ни коровы, ни сахи, ни бараны. Надо всего завести, тогда доходы будут. И пошёл Семён Воин к отцу. Ты, говорит, батюшка богат, а мне ничего не дал. Отдели мне третью часть, я в свою вотчину переведу. Ну, старик и говорит, ты мне в дом ничего не подавал. За что тебе третью часть давать? Ивану с девкой обидно будет. А Семён говорит, да ведь он дурак, а она векоуха немая. Чего им надо? Старика говорит, это как Иван скажет. А Иван говорит, ну что ж, пускай берёт. Взял Семён Воин часть из дома, перевёл в свою вотчину, опять уехал к царю служить. Нажил и Тарас Брюхан денег много. Женился на купчихе. Да всё ему мало. Приехал к отцу и говорит, отдели мне мою часть. Не хотел старик и Тарасу давать часть. Ты, говорит, нам ничего не подавал, а что в доме есть, то Иван нажил. Тоже и его с девкой обидеть нельзя. А Тарас говорит, на что ему? Он дурак. Жениться ему нельзя, никто не пойдёт. А девке не мой, тоже ничего не нужно. Давай, говорит Иван, мне хлеба половинную часть. Я с Настей брать не буду, а из скотины только жеребца сиву возьму. Тебе он пахать не годится. Засмеялся Иван. Ну что ж, говорит, я пойду обратаю. Отдали и Тарасу часть. Увёз Тарас хлеб в город, увёл жеребца сивого, и остался Иван с одной кобылой, старой, по-прежнему крестьянствовать, отца с матерью кормить. Глава вторая. Досадно стало старому дьяволу, что не поссорились в дележе братья, а разошлись по любови. И кликнул он трёх чертенят. Вот видите, говорит, три брата живут. Семён Воин, Тарас Брюхан и Иван Дурак. Надо бы им всем перессориться. А они мирно живут. Друг с дружкой хлеб-соль вводят. Дурак мне все дела испортил. Пойдите вы втроём, возьмитесь за троих и смутите их так, чтобы они друг дружке глаза повыдрали. Можете ли это сделать? Можем, — говорят. Как же вы делать будете? А так, — говорят, — сделаем. Разорим их сперва, чтобы им жрать нечего было, а потом собьём в одну кучу. Они и передерутся. Ну, ладно, — говорит. Я вижу, вы дело знаете. Ступайте и ко мне не ворочайтесь, пока всех троих не смутите, а то со всех троих шкур спущу. Пошли чертенята все в болото, стали судить, как за дело браться. Спорили, спорили. Каждому хочется полегче работу выгадать. И порешили на том, что жребий кинуть какой кому достанется. А коллектор раньше других отделается, чтоб приходил другим подсоблять. Кинули жребий чертенята и назначили срок, опять, когда в болоте собраться, узнать, кто отделался и кому подсоблять идти. Пришёл срок, и собрались по уговору чертенята в болоте. Стали толковать, как у кого дела. Стал рассказывать первый чертенок от Семёна Воина. Моё дело, — говорит, — уладится. Завтра, — говорит, — мой Семён, домой к отцу придёт. Стали его товарищи спрашивать. Как ты, — говорят, — сделал? А я, — говорит, — первым делом храбрость такую на Семёна навёл, что он обещал своему царю весь свет завоевать и сделал царь Семёна начальником. Послал его воевать индейского царя. Сошлись воевать. А я в ту же ночь в Семёновом войске весь порох подмочил и пошёл к индейскому царю. Из соломы солдат наделал, видимо-невидимо. Увидали Семёновы солдаты, что на них со всех сторон соломенные солдаты заходят. Зарабели. Велел Семён Воин палить. Пушки, ружья. Не выходят. Испугались Семёновы солдаты и побежали, как бараны. И побил их индейский царь. Осрамился Семён Воин. Отняли у него вотчину и завтра казнить хотят. Только мне на день и дело осталось. Из темницы его выпустить, чтобы он домой убежал. Завтра отделаюсь. Так, скажите, кому из двух помогать приходить? Стал и другой чертёнок от Тараса рассказывать про свои дела. Мне, говорит, помогать не нужно. Моё дело тоже на лад пошло. Больше недели не проживёт Тарас. Я, говорит, первым делом отрастил ему брюхо и навёл на него зависть. Такая у него зависть на чужое добро сделалась, что, что не увидит, всё ему купить хочется. Накупил он всего, видимо-невидимо, на все свои деньги и всё ещё покупает. Теперь уж стал на заёмные покупать. Уж много на шею набрал и запутался так, что не распутается. А через неделю сроки подойдут отдавать, а я из всего товара его, хе-хе-хе-хе, навоз сделаю, не расплатится и придёт к отцу. Стали спрашивать и третьего чертёнка от Ивана. А что твоё дело? Как? Да что, говорит, моё дело не ладится. Наплевал я ему первым делом в кувшин с квасом, чтобы у него живот болел, и пошёл на его пашню, сбил землю, как камень, чтобы он не осилил. Ну, думал я, что он не вспашет, а он дурак, приехал с сахой, начал драть, кряхтит от живота, а сам всё пашет. Изломал я ему одну саху, поехал дурак домой, переладил другую, подвои новые подвязал и опять принялся пахать. Залез я под землю, стал за сошники держать, не удержишь никак, налегает на саху, а сошники острые, изрезал мне руки все, почти всё допахал, одна только полоска осталась. — Приходите, — говорит, — братцы, помогать, а то, как мы его одного не осилим, все наши труды пропадут. Если дурак останется да крестьянствовать будет, они нужды не увидят, он обоих братьев кормить будет. Пообещал чертёнок от Семёна воина на завтра приходить помогать, и разошлись на том чертенята. Глава третья Вспахал Иван весь пар, только одна полоска осталась. Приехал допахивать. Болит у него живот, а пахать надо. Выхлестнул гужи, перевернул саху и поехал пахать. Только завернулся раз, поехал назад, ровно за корень зацепило что-то. Волочит! А этот чертёнок ногами вокруг рассохи заплёл, держит. Что за чудо, думает Иван, корней тут не было, а корень. Запустил Иван руку в борозду, ощупал. Мягкое. Ухватил что-то. Вытащил. Чёрное, как корень, а на корне что-то шевелится. Глядь, чертёнок живой. Ишь ты, говорит, пакость какая. Замахнулся Иван, хотел о приголовок пришибить его. Да запищал чертёнок. Не бей ты меня, говорит. А я тебе что хочешь сделаю. И что ж ты мне сделаешь? Скажи только, чего хочешь. Почесался Иван. Брюхо, говорит, болит у меня. Поправить можешь? Могу, говорит. А ну, лечи. Нагнулся чертёнок в борозду, пошарил, пошарил когтями, выхватил корешок тройчатку, подал Ивану. Вот, говорит, кто не проглотит один корешок, всякая боль пройдёт. Взял Иван. Разорвал корешки. Проглотил один. Сейчас же вот прошёл. Запросился опять чертёнок. Пусти, говорит. Теперь меня? Я в землю проскочу. Больше ходить не буду. Ну, что ж, говорит. Бог с тобой. И как только сказал Иван про Бога, юркнул чертёнок под землю, как камень в воду. Только дыра осталась. Засунул Иван два остальных корешка в шапку и стал допахивать. Запахал до конца полоску, перевернул саху и поехал домой. Отпряк, пришёл в избу. А старший брат, Семён Воин, сидит с женой, ужинают. Отняли у него в отчину, на силу из тюрьмы ушёл и прибежал к отцу жить. Увидал Семён Ивана. Я, говорит, к тебе жить приехал. Корми нас с женой, пока место новое выйдет. Ну, что ж, говорит, живите. Только хотел Иван на лавку сесть. Не понравился барыне дух от Ивана. Она и говорит мужу. Не могу я, говорит, с вонючим мужиком вместе ужинать. Семён Воина, говорит, моя барыня, говорит, от тебя дух нехорош. Ты бы в сенях поел. Ну, что ж, говорит, мне и так в ночное пора кобылу кормить. Взял Иван хлеба, кафтан и поехал в ночное. Глава четвёртая Отделался в эту ночь чертёнок от Семёна Воина И пришёл по уговору Иванова чертёнка искать. Ему помогать дурака донимать. Пришёл на пашню. Поискал, поискал товарища. Нет нигде. Только дыру нашёл. Но, думает, видно, с товарищем беда случилась. Надо на его место становиться. Пашня? Да пахана. Надо будет дурака на покосе донимать. Пошёл чертёнок в луга, напустил на Иванов покос паводок, затянуло весь покос грязью. Вернулся на зорьке Иван из ночного, отбил косу, пошёл луга косить. Пришёл Иван, стал косить. Махнёт раз, махнёт другой. Затупится коса, не режет, точить надо. Бился, бился Иван. Нет, говорит, пойду домой. Отбой принесу, да и хлеба ковригу. Хоть неделю пробьюсь, а не уйду, пока не выкошу. Услыхал чертёнок, задумался. — Колян, — говорит, — дурак этот, не проймёшь его. Надо на другие штуки подниматься. Пришёл Иван, отбил косу, стал косить. Залез чертёнок в траву, стал косу за пятку ловить, носком в землю тыкать. Трудно Ивану. Однако выкосил покос. Осталась одна делянка в болоте. Залез чертёнок в болото, думает себе, — Хоть лапы перережу, а не дам выкосить. Зашёл Иван в болото. Трава смотреть не густая, а не проворотить косы. Рассердился Иван, начал вовсю мочь, махать. Стал чертёнок подаваться, не поспевает отскакивать. Видит дело плохо, забился в куст, размахнулся Иван, шаркнул по кусту, отхватил чертёнку половину хвоста. Докосил Иван покос, велел девке грести, а сам пошёл рож косить. Вышел с крюком, а кургузый чертёнок уж там. Перепутал рож так, что на крюк не идёт. Вернулся Иван, взял серп и принялся жать. Выжил всю рожь. Ну, теперь, говорит, надо за овёс браться. Услыхал кургузый чертёнок, думает, на ржи не донил, так на все дайму, дай только утра дождаться. Прибежал чертёнок утром на овсяное поле, а овёс уже скошен. Иван его ночью скосил, чтоб меньше сыпался. Рассердился чертёнок, изрезал, говорит, меня, и замучил, дурак. И на войне такой беды не видал? Не спит проклятый, за ним не поспеешь. Пойду, говорит, теперь в копной прогною ему всё. И пошёл чертёнок в ржаную копну, залез между снопами, стал гноить, согрел их, и сам согрелся, и задремал. А Иван запряг кобылу и поехал с девкой возить. Подъехал к копне, стал кидать навос, скинул два снопа, сунул прямо чертёнку в зад, поднял, глядь, на виллах чертёнок живой, да ещё кургузый, барахтается, ужимается, соскочить хочет. Ишь ты, говорит, пакость какая, ты опять тут. А я, говорит, другой, то мой брат был, а я, говорит, у твоего брата Семёна был. Ну, говорит, какой ты там-нибудь, и тебе тоже будет. Хотел его об грядку пришибить, да стал его просить чертёнок. Отпусти, говорит, больше не буду, а я тебе что хочешь сделаю. Да что ты сделать можешь? А я, говорит, могу из чего хочешь солдат наделать. Да на что их? А на что, говорит, хочешь их поверни? Они всё могут. Песни играть могут? Ну, что ж, говорит, сделай. И сказал чертёнок, возьми ты вот сноб ржаной, тряхни его о землю гузом, и скажи только, велит мой холоп, чтоб был не сноб, а сколько в тебе соломинок, столько бы солдат. Взял Иван сноб, тряхнул озимь и сказал, как велел чертёнок, и раскачился сноб, и сделали солдаты, и впереди барабанщик и трубач играют. Засмеялся Иван. Ишь ты, говорит, как ловко, это, говорит, хорошо, девок веселить. Ну, говорит чертёнок, пусти же теперь. Нет, говорит, это я из старновки делать буду, а то даром зерно пропадает. — Научи, как опять в сноб поворотить, я его обмолочу. Чертёнок и говорит. — Скажи, сколько солдат, столько соломинок, велит мой холоп, будь опять сноб. Сказал так Иван, и стал опять сноб. И стал опять проситься чертёнок. Пусти, говорит, теперь. Ну, что ж, зацепил его Иван за грядку, придержал рукой, сдёрнул, свил. С Богом, говорит, и только сказал про Бога, юркнул чертёнок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Приехал Иван домой, а дома и другой брат. Тарас с женой сидят, ужинают. Не расчёлся Тарас Брюхан, убежал от долгов и пришёл к отцу. Увидал Ивана, но, говорит, Иван, пока я расторгуюсь, корми нас с женой. Ну, что ж, говорит, живите. Снял Иван Кафтан, сел к столу, а купчиха, говорит, я, говорит, с дураком кушать не могу. От него, говорит, потом воняет. Тарас Брюхан и говорит, от тебя, говорит, Иван, дух нехорош, поди, в сенях поешь. Ну, что ж, говорит, взял хлеба, ушёл на двор, мне, говорит, кстати, в ночное пора кобылу кормить. Глава пятая. Отделался в эту ночь и от Тараса, чертёнок, пришёл по уговору товарищам помогать Ивана дурака донимать. Пришёл на пашню, поискал, поискал товарищей, нет никого, только дыру нашёл. Пошёл на луга, в болоте хвост нашёл, а на ржаном жниве и другую дыру нашёл. Ну, думает, видно, над товарищами беда случилась. Надо на их место становиться, за дурака приниматься. Пошёл чертёнок Ивана искать. А Иван уж с поля убрался, в роще лес рубит. Стало братьям тесно жить вместе, велели дураку себе на избы лес рубить, новые дома строить. Прибежал чертёнок в лес, залез в сучья, стал мешать Ивану деревья валить. Подрубил Иван дерево как надо, чтобы на чистое место упало, стал валить. Дуром пошло дерево, повалилось куда не надо, на суках застряло. Вырубил Иван рачак, начал отворачивать, на силу свалил дерево. Стал Иван рубить другое, опять тоже. Бился, бился, на силу выпростал, взялся за третью, опять тоже. Думал Иван хлыстов полсотни срубить, и десятка не срубил, а уж ночь на дворе, и замучился Иван, валит от него пар, как туман по лесу пошёл, а он всё не бросает. Подрубил он ещё дерево, и заломил ему спину так, что мочи не стало. Воткнул топор и присел отдохнуть. Услыхал чертёнок, что затих Иван, обрадовался, но, да мы, это выбился из сил. Бросит отдохнуть теперь я. Сел верхом на сук и радуется. А Иван поднялся, вынул топор, размахнулся, да как тяпнет с другой стороны. сразу затрещало дерево, грохнулось. Не спопашился чертёнок, не успел ног выпростать, сломался сук и защемил чертёнка за лапу. Стал Иван очищать. Глядь, чертёнок живой! Удивился Иван. Ишь, ты, говорит, пакость какая! Ты опять тут! Я, говорит, другой. Я у твоего брата Тараса был. Ну, какой бы ты ни был, а тебе тоже будет. Замахнулся Иван топором, хотел его обухом пристукнуть. Взмолился, чертёнок, не бей, говорит, меня. Я тебе что хочешь сделаю. Да что ж ты сделать можешь? А я, говорит, могу тебе денег сколько хочешь наделать. Ну, что ж, говорит, наделай. И научил его чертёнок. Возьми, ты, говорит, листу дубового с этого дуба и потри в руках. На земь золото падать будет. Ну, взял Иван листьев, потер, посыпалось золото. Это, говорит, хорошо, когда на гулянках с ребятами играть. Опусти же, говорит чертёнок. Ну, что ж, взял Иван рачак, выпростал чертёнка, Бог с тобой говорит, и как только сказал про Бога, юркнул чертёнок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Глава шестая. Построили братья дома и стали жить порознь. А Иван убрался с поля, пиво наварил и позвал братьев гулять. Не пошли братья к Ивану в гости. Не видали, мы, говорят, мужицкого гулянья. Угостил Иван мужиков, баб и сам выпил, захмелел и пошёл на улицу в хороводы. Подошёл Иван к хороводам, велел бабам себя величать. Я, говорит, вам того дам, чего вы в жизни видали. Посмеялись бабы и стали его величать. Отвеличали и говорят, ну что ж, давай, сейчас, говорит, принесу. Ухватил севолку, побежал в лес, смеются бабы, тот дурак, и забыли про него. Глядь, бежит Иван назад, несёт севолку полну чего-то. Оделять что ли? Оделяй. Захватил Иван горсть золота, кинул бабам. Батюшки! Бросились бабы подбирать, выскочили мужики, друг у дружки, рвут, отнимают, старуху одну чуть-чуть до смерти не задавили. Смеётся Иван, ах, вы дурачки, говорит, ну зачем вы бабушку задавили? Вы полегче, а я вам ещё дам. Стал ещё швырять, сбежался народ, расшвырял Иван всю севолку, стали просить ещё, а Иван говорит, всё, другой раз ещё дам. Теперь давайте плясать, играйте песни. Заиграли бабы песни. Не хороши, говорит, ваши песни. Ну какие же, говорят, лучше? А я, говорит, вот вам покажу сейчас. Пошёл на гумно, выдернул сноб, обил его, поставил на гуза, стукнул. Ну, говорит, сделай холоп, чтоб был не сноб, а каждая соломинка солдат. Раскочился сноб, стали солдаты, заиграли барабаны, трубы, велел Иван солдатам песни играть, вышел с ними на улицу, удивился народ, поиграли солдаты песни, и увёл их Иван назад на гумно, а сам не велел никому за собой ходить. И сделал опять солдат снобом, бросил на Адонье, пришёл домой и лёг спать в закуту. Глава седьмая Узнал наутро про эти дела старший брат Семён Воин. Приходит к Ивану. Открой, ты мне, говорит, откуда ты солдат приводил и куда увёл. А на что, говорит, тебе? Как на что? С солдатами всё сделать можно. Можно себе царство добыть. Удивился Иван. Ну, что ж ты, говорит, давно не сказал? Я себе сколько хочешь наделаю. Благо мы с девкой много насторновали. Повёл Иван брата на гумно и говорит, смотри же, я их делать буду. А ты их уводи, а то, коли их кормить, так они в один день всю деревню слопают. Обещал Семён Воин увести солдат и начал Иван их делать. Стукнет потоку снопом рота, стукнет другим другая, наделал их столько, что всё поле захватили. Ну, что ж, будет, что ли? Обрадовался Семён и говорит, будет, спасибо, Иван. Но то-то говорит, коль тебе ещё надо, ты приходи, я ещё наделаю. Соломы нынче много. Сейчас распорядился Семён Воин войском, собрал их как следует и пошёл воевать. Только ушёл Семён Воин, приходит Тарас Брюхан, тоже узнал про вчерашнее дело. Стал брат просить, открой мне, откуда ты золотые деньги берёшь? Кабы у меня такие вольные деньги были, я бы к этим деньгам со всего света деньги собрал. Удивился Иван. Ну, ты бы давно, говорит, мне сказал, я тебе да сколько хочешь натру. обрадовался брат, дай мне хоть все волки три. Ну, что ж, говорит, пойдём в лес, а то лошадь запряги, не унесёшь. Поехали в лес. Стал Иван с дуба листья натирать, насыпал кучу большую. Ну, будет, что ли? Обрадовался Тарас. Пока будет, говорит. Спасибо, Иван. Тот и говорит, коль тебе ещё надо, приходи. Я натру ещё. Листу много осталось. Набрал Тарас Брюхан денег ввоз целый и уехал торговать. Уехали оба брата. И стал Семён воевать, а Тарас торговать. И завоевал себе Семён воин царства, а Тарас Брюхан наторговал денег кучу большую. Сошлись братья вместе и открылись друг другу, откуда у Семёна солдаты, а у Тараса деньги. Семён воин и говорит брату, я, говорит, царство себе завоевал, и мне жить хорошо, только у меня денег нехватка солдат кормить. А Тарас Брюхан говорит, а я, говорит, нажил денег бугор большой, только одно, говорит, горе, караулить денег некому. Семён воин говорит, пойдём, говорит, к брату Ивану, я велю ему ещё солдат наделать, тебе отдам твои деньги караулить, а ты вели ему мне денег натереть, чтобы было, чем солдат кормить. И поехали они к Ивану, приезжают к Ивану, Семёна говорит, мне мало братец моих солдат, сделай мне, говорит, ещё солдат, хоть копны две переделай. Замотал головой Иван, даром, говорит, не стану больше тебе солдат делать. Да как же, говорит, ты обещал? Обещал, говорит, да не стану больше. Да чего ж ты дурак не станешь? А от того, что твои солдаты человека до смерти убили, я на медне пошёл дороги, вижу, баба по дороге гроб везёт, а сама воет. Я спросил, кто помер, а она говорит, мужа Семёновы солдаты на войне убили. Я думал, что солдаты будут песни играть, они человека до смерти убили, не дам больше. Так и упёрся, не стал больше делать солдат. Стал и Тарас Брюхан просить Ивана дурака, чтобы он ему ещё золотых денег наделал. Замотал головой Иван, даром, говорит, не стану больше тереть. Да как же, ты, говорит, обещал, обещал, говорит. Да не стану больше. Да чего ж ты, дурак, не станешь? А оттого, что твои золотые у Михайловны корову отняли. Как отняли? Так, отняли. Была у Михайловны корова. Ребята молоко хлебали, а на медне пришли её ребята ко мне молока просить. А я и говорю им, «А ваша корова где?» Говорят, «Тараса Брюхана приказчик приезжал, мамушке три золотые штучки дал, а она ему и отдала корову, а нам теперь хлебать нечего». Я думал, ты золотыми штучками играть хочешь, а ты у ребят корову отнял, не дам больше. И уперся, дурак, не дам больше. Так и уехали братья. Уехали братья и стали судить, как им своему горю помочь. Семёна говорит, «А давай вот что сделаем, ты мне денег дай, солдат кормить, а я тебе половину царства с солдатами отдам, твои деньги караулить». Согласился Тарас. Поделились братья и стали оба царями и оба богаты. Глава восьмая А Иван дома жил, отца с матерью хормил, с немой девкой в поле работал. Только случилось раз, заболела у Ивана собака дворная старая, а паршивела, стала издыхать. Пожалел её Иван, взял хлеба у немой, положил в шапку, вынес собаке, кинул ей, а шапка продралась и выпал с хлебом один корешок. Слопала его с хлебом собака старая и только проглотила корешок, вскочила собака, заиграла, залаяла, хвостом замахала, здорова стала. Увидали, отец с матерью удивились, чем-то, говорят, собаку вылечил. А Иван и говорит, у меня два корешка были, от всякой боли лечат, так она и слопала один. И случилось в это время, что заболела у царя дочь, и повестил царь по всем городам и сёлам, кто вылечит её, того он наградит, и если холостой, за того и дочь замуж отдаст. Повестили и у Ивана в деревне. Позвали отец с матерью Ивана и говорят ему, слышал ты, что царь повещает, ты сказал, что у тебя корешок есть, поезжай, вылечи царскую дочь, ты навек счастья получишь. Ну, что ж, говорит, и собрался Иван ехать, одели его, выходит Иван на крыльцо, видит, стоит поберушка косорукая. Слышала я, говорит, что ты лечишь, вылечи мне руку, а то и обуться сама не могу. Ивана говорит, ну, что ж, достал корешок, дал поберушки, велел проглотить, проглотила поберушка и выздоровела, сейчас стала рукой махать. Вышли отец с матерью, Ивана к царю провожать, услыхали, что Иван последний корешок отдал, и нечем царскую дочь лечить, стали его отец с матерью ругать, поберушку, говорят, пожалел, а царскую дочь не жалеешь? жалко стало Ивану и царскую дочь. Запряг он лошадь, кинул соломы в ящик и сел ехать. Да куда же ты, дурак, царскую дочь лечить? Да ведь тебе лечить нечем. Ну, и что ж, говорит, и погнал лошадь. Приехал на царский двор и только ступил на крыльцо, выздоровела царская дочь. Обрадовался царь, велел звать к себе Ивана, одел его, нарядил. Будь, говорит, ты мне зятем. Ну, что ж, говорит. И женился Иван на царевне, а царь вскоре помер и стал Иван царем. Так стали царями все три брата. Глава девятая. Жили три брата царствовали. Хорошо жил старший брат Семен Воин. Набрал он со своими соломенными солдатами настоящих солдат. Велел он по всему своему царству с десяти дворов по солдату поставлять, и чтобы был солдат тот и ростом велик, и телом бел, и лицом чист. И набрал он таких солдат много, и всех обучил. И как кто ему в чем поперечит, сейчас посылает этих солдат и делает все, как ему вздумается. И стали его все бояться. И житье ему было хорошее, что только задумает и на что только глазами вскинет, то и его. Пошлет солдат, а те отберут и принесут и приведут все, что ему нужно. Хорошо жил и Тарас Брюхан. Он свои деньги, что забрал от Ивана, не растерял, а большой прирост им сделал. Завел он у себя в царстве порядки хорошие. Деньги держал он у себя в сундуках, а с народу взыскивал деньги. Взыскивал он деньги из души, из водки, из пива, и со свадьбы, из похорон, и с проходу, и с проезду, и с лаптей, и с ануч, и с оборок, и, что не вздумает, все у него есть. За денежки к нему всего несут, и работать идут, потому что всякому деньги нужны. Неплохо жил Иван дурак, как только похоронил тестя. Снял он все царское платье, жене отдал в сундук спрятать, опять надел посконную рубаху, портки и лапти обул, и взялся за работу. Скучно, говорит мне, брюхо расти стало, и еды, и сна нет. Привез отца с матерью и девку немую и стал опять работать. Ему и говорят, да ведь ты царь, ну и что ж, говорит, и царю жрать надо. Пришел к нему министр, говорит, у нас, говорит, денег нет, жал не платить. Ну что ж, говорит, нет, так и не плати. Да они, говорит, служить не станут. Ну и что ж, говорит, пускай, говорит, не служат, им свободнее работать будет, пускай навоз вывозят, они много его нанавозили. Пришли к Ивану судиться. Один говорит, он у меня деньги украл, а Иван говорит, ну и что ж, значит, ему нужно. узнали все, что Иван дурак. Жена ему говорит, про тебя говорят, что ты дурак. Ну и что ж, говорит, подумала, подумала жена Иванова, а она тоже дура была. Ну что же мне, говорит, против мужа идти, куда иголка, туда и нитка. Посняла царское платье, положила в сундук, пошла к девке немой работе учиться, научилась работать, стала мужу подсоблять, и ушли из Иванова царства все умные, остались одни дураки. Денег ни у кого не было. Жили, работали, сами кормились, и людей добрых кормили. Глава десятая Ждал, ждал старый дьявол вестей отчертенят о том, как они трех братьев разорили. Нет вестей никаких, пошел сам проведать. Искал, искал, нигде не нашел, только три дыры отыскал. Но, думает, видно, не осилили. Надо самому приниматься. Пошел разыскивать, а братьев на старых местах уже нет. Нашел он их в разных царствах. Все три живут, царствуют. обидно показалось старому дьяволу. Ну, говорит, возьмусь-ка я сам за дело. Пошел он прежде всего к Семену царю. Пошел он не в своем виде, а обратился воеводой. Приехал к Семену царю. Слышал я, говорит, что ты, Семен царь, воин большой. А я этому делу твердо научен. Хочу тебе послужить. Стал его расспрашивать Семен царь. Видит, человек умный. Взял на службу. Стал новый воевода Семена царя научать, как сильное войско собрать. Первое дело, надо, говорит, больше солдат собрать. А то, говорит, у тебя в царстве много народа дурно гуляет. Надо, всех молодых без разбора забрить, тогда у тебя войско в пятеро против прежнего будет. Второе дело, надо ружья и пушки новые завести. Я тебе такие ружья заведу, что будут сразу по сто пуль выпускать, как горохом будут сыпать. А пушки заведу такие, что они будут огнем жечь. Человека ли, лошадь ли, стену ли, все сожжет. Послушался Семен царь воеводы нового, велел всех подряд молодых ребят в солдаты брать, и заводы новые завел, наделал ружей, пушек новых, и сейчас же на соседнего царя войной пошел. Только вышло навстречу войско, велел Семен царь своим солдатам пустить по нем пулями и огнем из пушек. Сразу перекалечил, пережег половину войска, испугался соседний царь, покорился и царство свое отдал. Обрадовался Семен царь. Теперь, говорит, я индейского царя завоюю. А индейский царь услыхал про Семена царя и перенел от него все его выдумки, да еще свои выдумал. Стал индейский царь не одних молодых ребят в солдаты брать, а и всех баб холостых в солдаты забрал. И стало у него войско еще больше, чем у Семена царя. Оружие и пушки все от Семена царя перенел, да еще придумал по воздуху летать и бомбы разрывные сверху кидать. Пошел Семен царь войной на индейского царя, думал, как и прежнего, повоевать, да резала коса, да нарезалась. Не допустил царь индейский Семеново войско до выстрела, а послал своих баб по воздуху на Семеново войско разрывные бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско как буру на тараканов бомбы посыпать, разбежалось все войско Семеново и остался Семен царь один. Забрал индейский царь Семеново царства, а Семен воин убежал, куда глаза глядят. Обделал этого брата старый дьявол и пошел к Тарасу царю. Обратился он в купца и поселился в Тарасовом царстве, стал заведение заводить, стал денежки выпускать, стал купец за всякую вещь дорого платить и бросился весь народ к купцу деньги добывать. И завелось у народа денег так много, что все недоимки выплатили и в срок все подати подавать стали. Обрадовался Тарас царь, спасибо, думает купцу, теперь у меня денег еще прибавится, житье мое еще лучше станет. И стал Тарас царь новые затеи затевать, зачал себе новый дворец строить, повестил народу, чтоб везли ему лес, камень и шли работать, назначил за все цены высокие. Думал Тарас царь, что по-прежнему за его денежки повалит к нему народ работать. Глядь, весь лес и камень к купцу везут, и весь рабочий народ к нему валит. Прибавил Тарас царь цену, а купец еще накинул. У Тараса царя денег много, а у купца еще больше, и перебил купец царскую цену. Стал дворец царский, не строится. Затейн был у Тараса царя сад. Пришла осень, повещает Тарас царь, чтобы народ шел к нему сад сажать. Не выходит никто, весь народ купцу пруд копает. Пришла зима, задумал Тарас царь, мехов соболь их купить на шубу новую, посылает покупать, приходит посол, говорит, нету соболей. Все меха у купца, он дороже дал и из соболей ковер сделал. Понадобилось Тарасу царю себе жеребцов купить, послал покупать, приходят послы, все жеребцы хорошие у купца, ему воду возят, пруд наливать. Стали все дела царские, ничего ему не делают, а все делают купцу. А ему только купцовы деньги несут, за подати отдают. И набралось у царя денег столько, что класть некуда, а житье плохое стало. Перестал уж царь затеи затевать, только бы уж как-нибудь прожить, и того не может. Во всем стесненье стало, стали от него и повара, и кучера, и слуги к купцу отходить. Стало уж и еды не доставать, пошлет на базар купить, что ничего нет. Все купец перекупил, а ему только денежки за подать несут. Рассердился Тарас царь и выслал купца за границу. А купец на самой на границе сел, все тоже делает, все так же за купцовые, денежки от царя тащат все к купцу. Совсем плохо царю стало, по целым дням не ест, даже слух прошел, что купец хвалится, что он у царя и жену его купить хочет. Зарабел царь Тарас и не знает, как быть. Приезжает к нему Семен воин и говорит, поддержи, говорит, меня, меня индейский царь повоевал. А Тарасу царю самому уж узлом к гузну дошло. Я, говорит, сам два дня не ел. Глава одиннадцатая обделал старый дьявол обоих братьев и пошел к Ивану. Обратился старый дьявол в воеводу, пришел к Ивану и стал его уговаривать, чтоб он у себя войско завел. Царю, говорит, не годится без войска жить. Ты мне прикажи только, а я соберу из твоего народу солдат и войско заведу. Отслушал его Иван. Ну, что ж, говорит, заведи, да песни их научи играть половче, я это люблю. Стал старый дьявол по Иванову царству ходить, солдат по воле собирать. Объявил, чтоб шли все лбы брить. Каждому штоф водки и красная шапка будет. Посмеялись дураки, вино, говорят, у нас вольная, мы сами курим, а шапки нам, бабы, какие хочешь, хоть пестрые сошьют, да еще с махрами. Так и не пошел никто. Приходит старый дьявол к Ивану. Не идут, говорит, твои дураки охотой, надо их селом пригонять. Ну, что ж, говорит, пригоняй селом. И повестил старый дьявол, чтоб шли все дураки в солдаты записываться, а кто не пойдет, того Иван смерти предаст. Пришли дураки к воеводе и говорят, говоришь ты нам, что, коли мы в солдаты не пойдем, нас царь смерти предаст. А не сказываешь, что с нами в солдатстве будет, а сказывают и солдат до смерти убивают. Да, не без того. Услыхали это дураки, уперлись, не пойдем, говорят. Уж лучше пускай дома смерти предадут, ее и так не миновать. Дураки вы дураки, говорит старый дьявол, солдата еще убьют ли, нет ли, а не пойдешь, Иван царь наверное смерти предаст. Задумались дураки, пошли к царю Ивану дураку спрашивать. Проявился, говорят, воевода, велит нам всем в солдаты идти. Коли пойдете, говорит, в солдаты, там вас убьют ли, нет ли, а не пойдете, так вас царь Иван наверное смерти предаст. Правда ли это? Засмеялся Иван. Да как же, говорит, я один вас всех смерти придам. Кабы я не дурак был, я бы вам растолковал, а то я и сам не пойму. Так мы, говорят, не пойдем. Ну что ж, говорит, не ходите. Пошли дураки к воеводе и отказались в солдаты идти. Видит старый дьявол, не берет его дело. Пошел к тараканскому царю, подделался. Пойдем, говорит, войной завоюем Ивана царя. У него только денег нет, а хлеба и скота и всякого добра много. Пошел тараканский царь войною. Собрал войско большое, ружья, пушки наладил, вышел на границу, стал в Иваново царство входить. Пришли к Ивану и говорят, на нас тараканский царь войной идет. Ну, что ж, говорит, пускай идет. Перешел тараканский царь с войском к границу, послал передовых разыскивать Иванова войско. Искали, искали, нет войска. Ждать, пождать, не окажется ли где, и слуха нет про войско, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотрят на солдат, девятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину, дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню, все тоже. Походили солдаты день, походили другой, везде все тоже. Все отдают, никто не обороняется и зовут к себе жить. К или вам сердешные говорят, на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем жить. Походили, походили солдаты видят, нет войска, а все народ живет, кормится и людей кормит, и не обороняется и зовет к себе жить. Скучно стало солдатам, пришли к своему тараканскому царю, не можем мы, говорят, воевать, отведи нас в другое место, добро бы война была, а это что, как кисель резать, не можем больше тут воевать. Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни дома, хлеб сжечь, скотину перебить. Не послушайте, говорит, моего приказа, всех, говорит, вас расказню. Испугались солдаты, начали по царскому указу делать, стали дома, хлеб сжечь, скотину бить, все не обороняются дураки, только плачут. Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята, за что, говорят, вы нас обижаете, зачем, говорят, вы добро дурно губите, коли вам нужно, вы лучше себе берите. Гнусно стало солдатам, не пошли дальше, и все войско разбежалось. Глава двенадцатая Так и ушел старый дьявол, не пронял Ивана солдатами. Обратился старый дьявол в господина чистого и приехал в Иваново царство жить. Хотел его, так же, как Тараса Брюхана, деньгами пронять. Я, говорит, хочу вам добро сделать, уму-разуму научить. Я, говорит, у вас дом построю и заведение заведу. Ну, что же, говорят, живи. Переночевал господин чистый и наутро вышел на площадь, вынес мешок большой золота и лист бумаги и говорит, живете вы, говорит, все, как свиньи. Хочу я вас научить, как жить надо. Стройте мне, говорит, дом по плану по этому. Вы работайте, а я показывать буду и золотые деньги вам буду платить и показал им золото. Удивились дураки, у них денег в заводе не было, а они друг дружке вещь за вещь меняли и работой платили. Подивились они на золото. Хороши, говорят, штучки. И стали господину за золотые штучки вещи и работу менять. Стал старый дьявол, как и у Тараса, золото выпускать, и стали ему за золото всякие вещи менять и всякие работы работать. Обрадовался старый дьявол, думает, пошло мое дело на лад, разорю теперь дурака, как и Тараса, и куплю его с потрохом совсем. Только забрались дураки золотыми деньгами, раздали всем бабам на ожерелья, все девки в косы вплели, и ребята уж на улице в штучки играть стали, у всех много стало, и не стали больше брать. А у господина чистого еще хоромы наполовину не отстроены, и хлеба и скотина еще не запасено на год, и повещает господин, чтобы шли к нему работать, чтобы ему хлеб везли, скотину вели, за всякую вещь и за всякую работу, золотых много давать будет. Не идет никто работать, и не несут ничего, забежит мальчика или девочка, яичко на золотой променяют, а то нет никого, и есть ему стало нечего. Проголодался господин чистый, пошел по деревне себе на обед купить, сунулся в один двор, дает золотой за курицу, не берет хозяйка, у меня говорит много и так, сунулся к бобылке, селедку купить, дает золотой, не нужно мне, говорит, милый человек, у меня, говорит, детей нет, играть некому, а я и то три штучки для редкости взяла, сунулся к мужику за хлебом, не взял и мужик денег, а мне не нужно, нечто ради Христа, говорит, так погоди, я велю бабе отрезать, заплевал даже дьявол, убежал от мужика, не то, что взять ради Христа, а и слышать-то ему это слово хуже ножа, так и не добыл хлеба, забрались все, куда не пойдет старый дьявол, никто не дает ничего за деньги, а все говорят, что-нибудь другое принеси или приходи работать или ради Христа возьми, а у дьявола нет ничего, кроме денег, работать неохота, а ради Христа нельзя ему взять, рассердился старый дьявол, чего, говорит, вам еще нужно, когда я вам деньги даю, вы за золото всего купите и всякого работника наймете. Не слушают его дураки, нет, говорят, а нам не нужно, с нас платы и податей никаких не идет, а куда же нам деньги? Лег не ужиновший спать старый дьявол. Дошло это дело до Ивана дурака, пришли к нему, спрашивают, а что нам делать? Проявился у нас господин чистый, есть, пить, любит сладко, одеваться любит чисто, а работать не хочет, и Христа ради не просит, и только золотые штучки всем дает. Давали ему прежде всего, пока не забрались, а теперь не дают больше. Что нам с ним делать? Как бы не помер с голода? Отслушал Иван. Ну, что ж, говорит, кормить надо, пускай по дворам как пастух ходит. Нечего делать, стал старый дьявол по дворам ходить. Дошла очередь и до Иванова двора. Пришел старый дьявол обедать, а у Ивана девка немая обедать собирала. Обманывали ее часто те, кто поленивее. Не работам ши придут раньше к обеду, всю кашу поедят. И исхитрилась девка немая лодорей по рукам узнавать. У кого мозоли на руках, того сажает, а у кого нет, тому объедки дает. Полез старый дьявол за стол, а немая девка ухватила его за руку, посмотрела, нет мозолей, и руки чистые, гладкие, и когти длинные. Замычала немая и вытащила дьявола из-за стола. А Иванова жена ему и говорит, не взыщи, господин чистый, заловку у нас без мозолей на руках, за стол не пускает. Вот дай срок, люди поедят, тогда доедай, что останется. Обиделся старый дьявол, что его у царя с свиньями кормить не хотят. Стал Ивану говорить, дурацкий, говорит, у тебя закон, в царстве, чтобы всем людям руками работать. Это вы по глупости придумали. Разве одними руками люди работают? Ты думаешь, чем умные люди работают? А Иван говорит, а где нам, дуракам, знать? Мы все норовим больше руками да горбом. Это от того, что вы дураки. А я, говорит, научу вас, как головой работать. Тогда вы узнаете, что головой работать спорее, чем руками. Удивился Иван. Ну, говорит, не даром нас дураками зовут. И стал старый дьявол говорить. Только нелегко, говорит, и головой работать. Вы вот мне есть не даете от того, что у меня нет мозолей на руках, а того не знаете, что головой в востораз труднее работать. Другой раз и голова трещит. Задумался Иван. Зачем же ты, говорит, сердешный так себя мучишь? Ну, разве легко, как голова затрещит? Ты бы уж лучше легкую делал работу руками да горбом. На дьявол говорит, затем я себя и мучаю, что я вас, дураков, жалею. Кабы я себя не мучил, вы бы век дураками были. А я головой поработал, теперь и вас научу. Подивился Иван. Научи, говорит, а то другой раз руки уморятся, так их головой переменить. И обещался дьявол научить. И повестил Иван по всему царству, что проявился господин чистый и будет всех учить, как головой работать, и что головой можно выработать больше, чем руками, чтоб приходили учиться. была в Ивановом царстве колонча, высокая построена, и на нее лестница прямая, а наверху вышка, и свел Иван туда господина, чтобы ему на виду быть. Стал господин на колончу и начал оттуда говорить, а дураки собрались смотреть. Дураки думали, что господин станет на деле показывать, как без рук головой работать, а старый дьявол только на словах учил, как не работам ши прожить можно. Не поняли ничего дураки, посмотрели, посмотрели и разошлись по своим делам. Простоял старый дьявол день на колонче, простоял другой, все говорил, захотелось ему есть, а дураки не догадались хлебца ему на колончу принесть. Они думали, что если он головой может лучше рук работать, так уж хлеба-то себе шутя головой добудет. Простоял и другой день старый дьявол на вышке и все говорил, а народ подойдет, посмотрит, посмотрит и разойдется. Спрашивает Иван, ну что, господин, начал ли головой работать? Нет, еще, говорят, все еще лопочет. Простоял еще день старый дьявол на вышке и стал слабеть. Пошатнулся раз и стукнулся головой об столб. Увидал один дурак, сказал Ивановой жене, а Иванова жена прибежала к мужу на пашню. Пойдем, говорит, смотреть. Говорят, господин зачинает головой работать. Подивился Иван, ну, говорит, завернул лошадь, пошел к каланче, приходит к каланче, а старый дьявол уж вовсе с голоду ослабел, стал пошатываться, головой об столбы постукивать. Только подошел Иван, спотыкнулся дьявол, упал и загремел под лестницу торчмя головой, все ступеньки пересчитал. Ну, говорит Иван, правду сказал господин чистый, что другой раз и голова затрещит. Это не то, что мозоли. От такой работы желваки на голове будут. Свалился старый дьявол под лестницу и уткнулся головой в землю. Хотел Иван подойти и посмотреть, много ли он работал. Вдруг раступилась земля и провалился старый дьявол сквозь землю, только дыра осталась. Почесался Иван, ишь ты, говорит, пакость какая, это опять он, должно батька тем здоровый какой. Живет Иван и до сих пор, и народ весь валит в его царство, и братья пришли к нему, и их он кормит. Кто придет, скажет, корми нас, ну что ж, говорит, живите, у нас всего много, только один обычай у него и есть в царстве, у кого мозоли на руках, полезай за стол, а у кого нет, тому объедки. КОНЕЦ